Всем привет, мои маленькие любители. Поготовить, да вкусно поесть, да еще и на грильчике, да еще и летом и в хорошую погоду. Сегодня я буду готовить гирос, но это не совсем гирос. То есть докопаться у вас будет абсолютно точная возможность и написать, что это совершенно неправильный гирос. Да, сегодня совершенно неправильный гирос, но от этого он не становится менее интересным. Интересный формат приготовления блюда в лепешке, который покажу я вам сегодня, я думаю, что пригодится многим. Давайте закажем продукты и в течение часа они будут у нас. Сейчас заказать продукты с такой быстрой доставкой можно в магазине Перекресток. Итак, мне нужно мясо, я буду использовать говядину, овощички, потому что гирос без овощей это не гирос. Томаты я возьму, а огурцы у меня уже свои растут. Йогурт классический, без него не вариант, потому что соус дзадзыки обязателен в приготовлении гироса. Вот йогурт греческий, 250 граммов мне за глаза, еще и по акции. На самом деле это мне сейчас надо много продуктов, вы можете заказать хоть один батон хлеба и вам его привезут, потому что минимальной суммы заказа в Перекрестке нет. Также помимо большого ассортимента привычных для нас продуктов, есть и огромный выбор продуктов собственных марок. Вот зеленая линия, шеф Перекресток, маркет коллекшн и другие. Вот, кстати, квас от зеленой линии я вам очень рекомендую и себе тоже пару бутылок закажу. А еще ценные акции точно такие же, как и в магазине. В приложении можно получать кэшбэк за покупки, за совершенные заказы или списывать до 30% стоимости покупки по программе лояльности X5 Club. Для всех моих подписчиков Перекресток дарит скидку 25% на первую покупку в приложении Перекресток. Скачивайте приложение и пользуйтесь таким щедрым предложением. Все ссылочки в описании под роликом. Итак, все продукты у нас. Здесь у нас брынзочка. Ребята, брынза это обязательно. Я тут еще много всякого купил, конечно, то, что нам сейчас не надо. Вот йогурт нам надо, например, колбаски. Это в следующий раз будем жарить. Вот он квасок. Вот этот квас, ребята, топчик, прям рекомендую. И говядинка, самое главное. Вот лепешки, ребята, я купил вчера. Заехал в пекарню в ближайшую и купил лепешки. В принципе, для гироса, конечно же, можно использовать и лаваш, и какие-то вот, например, вот такие вот лепешки тонкие, да, но это все уже будет не совсем гирос. Поэтому лепешка для гироса должна быть пышненькая, поэтому ее желательно где-то найти. Итак, давайте приступаем. Начнем с мяса. Я его нарежу под мясорубку и прокрутим. Также я прокручу половину луковицы. Так, наберем лучка и кинзы. Врубаем шайтами в машину, ребята, и прокручиваем мясо, лук и зелень. Я добавлять буду орегано обязательно, хмели-сунели, но это на мой вкус, и, конечно же, соль с перцем. Мясо у меня здесь граммов, наверное, 800, поэтому соли я добавляю граммов 7-8. Пол чайной ложки хмеля-сунели и столько же душицы, она же орегано. Черный перец по кайфу. Все это перемешиваем. Благодаря луку фаршка получается такой, ну, довольно сочный, прям вот такой влажненький, и это хорошо. Пойдем за огурцами, нам нужны огурцы, покажу вам экскурсию. Смотрите, какой сорт огурца. Странный, это еще маленький, он вырастает раза в три, наверное, больше. И вот здесь вот у нас классические обычные огурчики. Заберем один для начинки и один для дзадзыки. И теперь сделаем соус. Соус. Йогурт без каких-либо вкусов. Огурец я очищаю от кожуры. И натираю на терке прям в йогурт. Чеснока три зубчика. Я просто нарезаю, хотя можно, конечно, воспользоваться чеснокодавкой. Добавляю тоже к йогурту. Обязательно соус посолить и добавить перца. Конечно же, в соус можно добавить еще какой-то зеленухи, там все, что по кайфу можете добавлять. Но у меня и так уже кинза в фарше вместе с луком, с зеленым. Поэтому, в принципе, я обойдусь вот такой классической, классическим вариантом. Чтобы потом не бегать, я сразу подготовлю брынзу. Вот столько вполне хватит. Удобно, кстати, на кубики разделено. Ну, порежу, как в греческий салат. Давайте разожжем гриль. У меня тут специалистов очень много среди вас. И я действительно уважительно это говорю. Вот в прошлом ролике парень мне писал о том, что неправильно все делаю, неправильно чищу. Я вот говорю, что я чищу свой гриль всегда перед следующим приготовлением. То есть прогреваю решетки и потом чищу гриль. Что-то он написал, что это неправильно делать. Я попросил его, ну как правильно, он так и не ответил. Поэтому, чувак, если ты смотришь этот ролик, скажи, как правильно чистить гриль, в какой последовательности могу ошибаться. В общем, разожгу грильчик. Я буду делать опять все неправильно, если что. Имейте в виду. Пока гриль разгорается, я попробую очень аккуратно распилить лепешку пополам. Пополам распилили. Итак, друзья, вот что нам надо сделать. Берем фарш и тоненько-тоненько распределяем по всей нашей лепешке. Сверху смазываю маслицем. У меня спрей. Решетки нагрелись. Я традиционно неправильно чищу гриль. Как правильно ждем от подписчика, который мне говорил, что так не делается. Технология вот в чем, ребята. Лепешка номер раз. Жарим фарш с этой стороны. Фарш довольно тонкий, поэтому приготовится он довольно быстро. Когда переворачивать настанет время, я лепешку маслом с другой стороны смазываю. Или сбрызгиваю. Теперь хорошенько смазываем нашим дзадзыки. Выкладываем зелень. Вот в моем случае я использую рукколу. Смесь рукколы из салата. Помидоры. Свежие огурчики. Конечно же, добрая порция сыра-брынзы. И сверху еще добавляем дзадзыки. Заворачиваем гирос. И идем точить. Так, я пока отправляю жариться второй гирос. И попробуем с вами пока первый. Он увесистый, граммов 400 получается. Чем это отличается от правильного гироса? В гиросе куски мяса у нас фарш. Плохо? Нет, неплохо. В гиросе добавляется, как правило, картошка фри. Плохо, что у нас ее нет? Да это прекрасно. Я единственное, почему не люблю гирос, это потому, что там картошка фри. Вот убирать ее оттуда, и сразу гирос становится прекрасной штукой, потому что лепешки вот такие вот мягкие. Ну, в Греции они немножко другие. Это такие узбекские лепешки. Они тоже, кстати, замечательно подходят. Вот. Тем не менее, в гиросе фишка, это, конечно, вкусный хлеб. Поэтому то же самое можно приготовить абсолютно там с лавашом, но, как вы понимаете, будет чуть-чуть не то, но, тем не менее, попробуйте. То есть вот размазать фарш, потом завернуть вместе с начинкой. Очень неплохой вариант. Но все-таки заморочиться с лепешкой, купить ее и сделать это все с ней гораздо, гораздо вкуснее получается. Очень кайфовый получается гирос по такому рецепту. Так что пробуйте, делитесь этим роликом. Наверняка кто-то из ваших друзей сейчас где-нибудь на даче и возьмет и приготовит такую вкусняшку. Всем спасибо за просмотр. Я пошел доделывать второй для жены и доедать первый для меня. А дети сегодня на пельменях. Субтитры сделал DimaTorzok